Так, сегодня поступила новость, значит, по поводу преступления, совершенного в 2017 году. Я как-то в своем эфире рассказывал об этом, что парня из Хасавюрта по имени Алексей Кардашов, он был аптекарем, имел аптеку, его похитили кадыровские полицейские, и после этого он пропал без вести. Мать пыталась достучаться до разных правоохранительных структур, отыскать своего сына, но, разумеется, все безуспешно. И вот появилась недавно новость о том, что, значит, человек признался в убийстве этого парня, уроженец якобы Чеченской Республики. И вот сегодня новая, значит, новость, я вам прям зачитаю ее. В Чечне прокурор во время прений попросил Гудельмесский городской суд назначить по два года условного срока бывшим сотрудником Чеченской нацгвардии Бекхану Абдурашидову и Аслану Дукаеву. Которые задержали пропавшего после этого без вести дагестанского аптекаря. Внимание, это два сотрудника полиции, которые его задержали, после чего он пропадает без вести. Просто вдумайтесь в абсурдность от всего того, что происходит. Аптекарь из дагестанского Хасавюрта Алексей Кардашов пропал в 2017 году. Чеченские полицейские подозревали аптекаря в нелегальной торговле наркотическими веществами. Главный свидетель по делу, таксист из Грозного Саид Магомед Амаров, признавшийся в том, что хотел купить у Кардашова лирику, лирика это таблетки наркотические, точнее психотропные, по-моему, говорил, что шестеро чеченских силовиков, из которых он опознал четверых, отвезли Кардашова из Грозного в Хасавюрт, откуда аптекаря доставили в Гудельмецкий отдел МВД. Теперь давайте переведем это все на обычный человеческий язык, и я вам объясню, что там произошло. Скорее всего, вот этот человек, который проходил изначально в деле в качестве свидетеля, это, ну, скорее всего, клиент, наркомат, человек, который покупал. Как вообще работает правоохранительная система в сфере борьбы с наркоторговлей, там, психотропными веществами, она работает таким образом, задерживают, по крайней мере, в Чечне, это так, я думаю, в России тоже приблизительно так же, задерживают обычного потребителя, наркомана, назовем его так. Его задерживают, подсоединяют к нему два провода от старого телефонного аппарата, начинают, значит, крутить, бить его током, могут надеть на голову, там, пакет, избить трубой, дубинкой, неважно. В общем, путем пыток его заставляют рассказать, кто является его поставщиком, барыгой в простонародье. Таких людей, продающих, значит, наркотические средства, их называют барыгой. Этого человека заставляют рассказать, кто барыга. Их интересует именно этот барыга, потому что у него есть деньги, соответственно, с него можно навариться, его задержав, его можно будет получить деньги, можно будет пойти там на более крупного поставщика и так далее. Естественно, этот наркоман соглашается, рассказывает о том, у кого он покупал, и соглашается на то, чтобы подставить этого человека. Его заставляют с ним, значит, созвониться, договориться о сделке, купле-продаже наркотических средств. После этого, во время совершения этой сделки, того человека, поставщика, этого барыгу, продавца, его задерживают. Все. После этого работают уже с ним, либо получают выкуп за его освобождение, либо он идет, как говорится, на результат. Результат – это когда возбуждается уголовное дело, и человек уходит, значит, в суд, значит, его сажают в тюрьму. Это называется результат. Что в этой схеме может пойти не так? В этой схеме может пойти не так, если что-то может пойти не так, если человек не выдержит пыток во время, это ведь все сопровождается избиениями, током и так далее. Если у человека слабое сердце, или переусердствует его пытатель, попадет не туда, и если человек в результате этого становится инвалидом, или, не дай бог, умирает, то это значит, что-то пошло не так. За него деньги не получили, на результат он не пошел, он еще и погиб. И вот это вот самая такая сложная ситуация для кадыровских полицейских, потому что в этом случае нужно как-то это убийство, нужно его как-то замять. Сделать так, чтобы его и не было. В случае с чеченцами сделать это проще, как, например, это было сделано в случае с Турполом Исраиловым. Там, правда, не наркотическая тема, а иная, но он тоже погиб в результате пыток. Там просто привезли тело парня, отдали родителям и сказали быстро закопать. Ваш сын шайтан, если вы там, не дай бог, где-нибудь что-нибудь, какое-нибудь заявление и так далее, мы вообще всех вас, весь род ваш уничтожим, оставшиеся детей всех убьем. В общем, все запугивают и люди молчат. С чеченцами это проще. Но когда это происходит с такими, как Алексей Кардашов, не чеченцы, не уроженцы республики, и за ними стоит, как в случае с Кардашовым, мать, которую запугать сложнее, то в этом случае вообще все идет не так. И тут нужно что-то делать. Тут должно происходить какое-то процессуальное действие, кто должен за это сесть. В общем, некий процесс идет. Здесь мать Алексея Кардашова, она обращалась в различные правоохранительные, в кавычках, скажем, так как говорим о России, скорее правонарушительные органы, следственный комитет, прокуратуру. Она писала заявление, пытаясь найти своего сына. Поэтому им пришлось что-то с этим делать. Нет никаких сомнений в том, что этот Саид Магомед Амаров, его просто заставили себя оговорить в конечном итоге. Он изначально проходил свидетелем в деле. То есть, когда тот парень, его задержали, может быть, изначально готовилось, в любом случае какой-то материал составляется. Если за него не получится взять деньги, то его нужно будет пускать на результат. Составляется какой-то материал. Он, возможно, изначально проходил в этом материале как свидетель. Либо, может быть, уже после того, как он погиб в результате этих пыток, они тогда, может быть, состряпали это уголовное дело. Мы не знаем, в общем, как именно образовалось само по себе дело. Но изначально этот Саид Магомед Амаров проходит в нем как свидетель. И это, скорее всего, его покупатель, я так думаю. Затем его уже заставляют себя оговорить. Себя оговорить его заставляют те самые сотрудники полиции, которые через этого Амарова вышли на Алексея Кардашова. Они просто за какими-то угрозами, пытками заставляют его взять на себя это убийство. Саид Магомед себя оговаривает, но эти-то два человека все равно проходят в этом деле. Они изначально его привезли. И поэтому происходит вот этот фарс под видом судебного заседания в Гудермянском городском суде, в котором на самом деле действительно виновных в этом убийстве, непосредственных убийц Бехана Абдурашидова и Аслана Дукаева, которые похитили этого человека, после чего он погибает, им прокурор запрашивает условные сроки. Вы представляете, каким образом в Чечне заминаются подобные вопиющие преступления, дела об убийстве человека, когда у них нет возможности запугать, как в случае с чеченцами, то они просто устраивают вот этот фарс. Ни в чем не повинный человек, ну по крайней мере в этом убийстве, явно не повинный, не причастный. Он скорее всего причастен к его задержанию, в этой теме он конечно играет свою роль, но к убийству он явно вообще не причастен, это Саид Магомед Амар, это не сотрудник полиции, это просто бедолага, который видимо подсел на зависимость от этих психотропных таблеток. Его заставляют себя оговорить, взять на себя это убийство, а на самом деле виновные в этом убийстве проходят просто как какие-то там люди, совершившие какое-то незначительное правонарушение, им запрашивают условные сроки. Вот так вот и заканчивается подобная история. Я вспомнил, вспомнилось мне одно дело в суде, когда я еще работал в Билайне, у нас был такой случай, когда базовую станцию, все базовые станции, они снабжаются кондиционерами, потому что лето в Чечне очень жаркое, а оборудование не может работать при таких плюсовых температурах, и они снабжаются кондиционерами, чтобы вот этот вагончик, он был постоянно, ну охлаждался. И у нас была такая ситуация, когда, значит, к чему я вообще вспомнил эти кондиционеры, они тут и ни при чем. Была ситуация, когда, значит, украли, взломали этот наш вагончик и украли оттуда платы из какого-то оборудования и вывели из строя, в общем, этот кондиционер. После этого мы, естественно, обязаны писать заявление в правоохранительные органы, по факту такого, это в любом случае взлом, это кража. В общем, мы написали заявление, конечно, правоохранительным органам, кадыровским, это очень не нравится, они не любят, когда по подобным делам, которые очень сложно раскрыть, когда они пишут заявление, они пытаются делать все возможное, чтобы не написали. В итоге у нас, значит, заявление прошло, и вот через какое-то время нашего юриста вызывают на суд, что вот якобы будет суд по тому делу, что человека поймали, совершившего это, и его будут судить. Наш, значит, адвокат, наш юрист и наш человек, служба безопасности, человек по службе безопасности, они едут на этот суд. И вот далее происходит очень интересное заседание, в котором прокурор, значит, зачитывает обвинение, он помимо этой платы с нашего оборудования, у него там еще целый ряд краж, у этого человека. Он это все засчитывает, что, значит, украл то-то, украл это, украл это. После этого ему задают вопросы. Расскажи, как ты крал, значит, там, как ты совершил вот эту кражу, как ты совершил эту кражу. Они доходят, значит, до момента с этой платой нашей. У него спрашивают, расскажи, как ты, значит, ее украл. Он говорит, ну вот я пришел, значит, взломал, там, зашел, взял, посмотрел, мне показалось, что это дорогостоящая вещь, я ее, значит, забрал. У него спрашивают потом, как и где ты ее продал. Он начинает что-то мямлить, ему задают какие-то уточняющие вопросы, и он тогда поворачивается аккуратно к нашему юристу и человеку в службе безопасности и говорит, скажите хотя бы, говорит, что это вообще за плата, что это такое, говорит, чтобы я мог ответить что-то. Вы понимаете, человек, его просто, видимо, реально на чем-то поймали и нагрузили его всеми своими висяками. И в том числе вот эта вот наша плата, украденная, она тоже была у них висяком, они тоже ее закинули на него, и он даже не знает, как эта плата выглядит, для чего она используется, он понятия не имеет. И он, когда у него уже заканчиваются ответы, он поворачивается к нашим сотрудникам и говорит, вы хотя бы скажите, что это такое, что это за плата, чтобы я что-то мог сказать. Поэтому, ну ладно, в случае с платы это ерунда, это кража. Но в случае с убийством, когда реальные убийцы, убившие человека, запытавшие его до смерти, когда они просто получают условное наказание и живут среди людей, это социально опасные люди, а ни в чем не повинный человек, реально никого не убивавший, отправляется в тюрьму, вот это вот действительно страшные вещи. Где гарантии, что Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев не совершат то же самое завтра, послезавтра? Кто даст такие гарантии? Это ведь люди опасные для общества, они должны быть однозначно изолированы, не говоря уже там о требовании какого-то справедливого возмездия. В общем, к сожалению, когда я еще раньше озвучивал тему, я и тогда сказал, что навряд ли этого парня найдут живым, это было ожидаемо, что его убили, к сожалению, это подтвердилось. Очень жалко, конечно, его мать, но у нас много таких случаев и много таких матерей. Субтитры создавал DimaTorzok